добрый день уважаемые студенты сегодня мы продолжаем изучение персектронных моделей нейронных сетей сегодня мы поговорим об алгоритмах обучения персектрона выделим несколько важных алгоритмов обучения персектрона первое это метод безусловной оптимизации метод наискорейшего спуска метод ньютона и алгоритм lms целью любого алгоритма обучения персектрона является минимизация некоторой функции стоимости относительно синаптических весов как это видно из данных форм в методах безусловная оптимизация необходимым условием оптимальности является равенство нулю градиента функции стоимости что такое оператор градиента это мы видим вот такая вот частная производная по весам и по другому оператор гамильтона поэтому важно вычислять градиент функции стоимости персектрона вот в таком виде из всех методов безусловной оптимизации для создания фильтров лучше всего подходят алгоритмы последовательного спуска в этом случае начиная с исходного значения синаптического веса на каждом этапе итерации то есть спуски новые значения синаптических коэффициентов приводят к уменьшению значений функций стоимости как это видно и из данной формулы да то есть с функция стоимости на новые итерации меньше функции стоимости итерации которая применялась до Последующие алгоритмы относятся к данной группе методов безусловной оптимизации Теперь поговорим о методе наискорейшего спуска В данном методе уменьшение функции стоимости выполняется направление противоположным векторам градиента Если обозначить градиент следующим образом То формально алгоритм наискорейшего спуска можно записать вот в таком виде Здесь синаптический вес нейрона новой итерации равен такой вот записи Где синаптический вес при старой итерации отнимается от произведения градиента Функции стоимости на параметр скорости обучения В связи с этим коррекция синаптических весов выполняется следующим образом Как мы видим из следующей формулы Разложим функцию стоимости в ряд Тейлора То получаем следующее выражение для значения Функции стоимости при новой итерации И тут разложение Выглядит следующим образом Из последнего выражения видно, что для всех малых значений параметра обучения Значение функции стоимости уменьшается на каждой итерации Ну и главный недостаток метода скорейшего спуска Это медленное обучение Метод Ньютона Идея метода Ньютона заключается в минимизации квадратичной аппроксимации функции стоимости В определенной точке, которая характеризует пространство синаптических весовых коэффициентов Минимизация выполняется на каждом шаге алгоритма Используем разложение функции стоимости в ряд Тейлора Ну как это было показано ранее Вот так вот выглядит разложение функции стоимости в ряд Тейлора Здесь под следующей величиной нужно понимать, что это матрица Гесси или Гессиан Он выглядит следующим образом Это совокупность различных синаптических весов по энергии Метод Ньютона Инкремент дельта Е достигает минимума в случае, когда выполняется условие Градиент на произведение матрицы Гесси на изменение синаптического веса Разрешая последнее уравнение относительно приращения синаптических весов Мы можем получить вот такую вот форму Таким образом, корректировка синаптических весов происходит следующим образом Вот как это было показано при мере матрицы Гесси Как мы можем сделать это при реализации Но чуть-чуть лучше получается у нас То есть новое значение синаптического веса Метод Ньютона равняется величине старого значения синаптического веса Минус произведение матрицы Гесси на градиент функции стоимости Метод Ньютона довольно быстрее сходится и не приводит к отрицательным свойствам метода наискорейшего спуска Однако для наибольшей эффективности метода матрица Гесси должна быть положительно определенной Что не всегда достижимо Это можно записать в число недостатков метода Ньютона Алгоритм LMS Алгоритм минимизации средней квадратической ошибки То есть LMS в переводе с английского означает least main square То есть средняя квадратическая ошибка Этот алгоритм также основан на минимизации функции стоимости Продифференцируем значение функции стоимости Мы увидим, что частное производное по весам равняется следующей венчине В этом случае считается, что мы работаем с линейным нейроном То есть у которого выполняются следующие понятия об ошибке Обучение Поэтому частное производное от ошибки по синаптическому весу Уравняется величине отрицательной входного воздействия Которое активизировало данную нейронную сеть Далее функция стоимости Исходя из этих соображений у нас равняется такой вот венчине Если связывать это уравнение с этим Окончательно алгоритм LMS можно сформулировать следующим образом То есть новое значение функции стоимости при следующей итерации Равно функции стоимости предыдущей итерации Плюс параметр скорости обучения Вектор входных воздействий Вектор ошибок Важным свойством алгоритма LMS является то, что он не требует знания статистических характеристик окружающей среды Спасибо за внимание